Партнер программы – региональный общественный благотворительный фонд «Меценаты Сибири». Этих парней теперь знает вся Россия. За полтора года они заставили говорить о себе, как о сибирских силачах. Равных им, по показателю абсолютной силы, уж в Сибири точно нет. Самые сильные люди нашего города тренируются здесь, в клубе «Мастер». Они не посещают модные фитнес-клубы, а по привычке добиваются побед через подвальные качалки. От победителей первенства города они дошли до титулов чемпионов России. Нет преград. Главное – стремиться, тренироваться и добиваться результата. Силовый экстрим – это уникальный вид спорта, который готовит, максимально развивает человека. Там есть и борцы, по статистике. Там есть и тяжелоатлеты, там есть и пауэрлифтеры, там есть и метатели легкой атлеты. Есть просто здоровые крепкие парни, которые берутся неоткуда и потом приходят, становятся звездами. То есть, в принципе, если вы чувствуете в себе силы и здоровье, можно себя попробовать в силовом экстриме. Просто, я буду говорить так, мне кажется, это спорт будущего. Во-первых, он может сделать шоу, потому что у нас сейчас любят и вообще не всякий вид спорта может сделать шоу. А это очень нравится людям. То есть, всегда, испокон веков на Руси, вообще, как бы сильных людей всегда поддерживали. Они как бы выделялись, двигали людей вперед. То есть, личный пример всегда толкал людей к здоровому образу жизни. Пару лет назад с идеей развивать силовой экстрим в нашем регионе к известному бизнесмену и меценату Геннадию Звягинцеву обратился тренер Василий Грищенко. С тех пор этот тандем работает очень эффективно. За это время в Омске прошли несколько крупных турниров с участием сильнейших спортсменов России. Звягинцев сумел привлечь весь цвет силового экстрима нашей страны. Именно на этих стартах свои первые серьезные победы одержали и омские силачи. Мне бы хотелось, чтобы молодежь меньше тусовалась по ночным клубам. Как бы дозированно занималась всякими интернетами. А все-таки больше как бы занималась спортом. Потому что это важно и с точки зрения физического здоровья, и просто здоровья. И опять же спорт дает много всяких качеств, прививает там целеустремленность, характер, воля к победе, которые и в бизнесе немаловажное значение имеют. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы у нас Василий Грищенко. И сегодня я рад вам представить единственное в Сибири экстремальное силовое шоу. Эти ребята лишены многого, несмотря на то, что в детском доме номер 5 есть условия для занятий спортом. Манцеров и Калмаков показывают свое мастерство не только на красивых аренах. Главное, говорят они, что после подобных акций кто-то из ребят или девушек пришел в спортивный клуб и изъявил желание стать таким же здоровым и рельефно красивым. А инвентаря для таких номеров хватит надолго, его не жалко. Ты так можешь? Нет. А сможешь в будущем? Не знаю, может быть. Я если буду заниматься спортом, то смогу. Особо понравилось, когда гвоздь забили и сковородку собили. Вот. Вот это красивое было. Тебе как хозяйке не жалко сковороду? Ну, не знаю. Ну, сковородка-то это ладно, но главное сила. Все есть в человеке, и ладно. Жесть вообще. Что-то подобное ты видел раньше? Я нет. Как ты думаешь, каждый может на такое? Нет. А что нужно делать для того, чтобы быть таким же здоровыми, сильными? Спортом заниматься. Один в сковородочку уже разгибает. Наверное, это его заинтересует. Пусть не станет таким, но может начать заниматься. Тем более условия здесь вот есть. Но ничего так не бодрит, как личный пример и живое общение. Телевизор это одно, а когда дети видят вживую, как это происходит, их это очень бодрит подвигом. Есть результат. Пятеро ребят уже ходят в тренажерный зал и занимаются у Василия Грищенко. Яркий пример стал эффективным действием. Сильные люди есть, их очень много. Особенно Россия, она всегда была богата богатырями, силачами. Но, как говорится, быть сильным и реализовать свой потенциал удавалось далеко не всем. Я как бы давно интересуюсь сильными людьми, ну, грубо говоря, болею силы с детства. И как бы вот просто сейчас вот этим двум парням дали возможность реализовать себя. То есть они реализовывают и показывают свои возможности. Кто-то, может быть, есть сильнее, поэтому пускай приходит. Юрий Калмаков и Александр Манциров начинали свой спортивный путь по-разному. Сегодня они под пристальным взглядом строгого тренера устанавливают рекордные веса, побеждают на чемпионатах Сибири и России и готовятся к покорению мировых арен. Каждый из них в отдельных видах силового экстрима уже пробился в состав национальной команды. И теперь ребята готовятся выступить на чемпионате мира. У них есть профессиональные контракты, поэтому приходится молодым парням чем-то жертвовать. Но это несложно, признаются они, когда знаешь, ради чего ты это делаешь. Я люблю просто сам по себе тренироваться, и для меня это в радость. Само вот это самоистязание организма посредством силовых упражнений. Любимое блюдо это манты. Нравится курица, хорошо запеченная в духовке. Мне нравится, как готовит моя жена. То есть, ну в принципе я не прихотлив к еде. Главный инициатор силового экстрима Василий Грещенко уже более 20 лет работает тренером. В свое время учился в военном училище, но любовь к спорту на протяжении всей жизни сопровождает его рядом. Теперь вот вышел на новый уровень. Ниже опускаться нельзя, надо макс удержать, считает Василий. Я привык отдаваться полностью. Либо я отдаюсь тренировкам, либо я отдаюсь людям. То есть, всю свою энергию, которая есть у меня, я сейчас вкладываю по максимуму в этих людей. Ну, соответственно, и пошел результат. То есть, я для себя сделал выбор. Либо я тренер, либо я спортсмен. И, в принципе, результаты говорят за себя. Первыми в Сибири Калмаков и Манцеров решили потягать 15-тонный грузовик. Это тоже часть тренировочного процесса. Это действие привлекло внимание случайных зевак. Сто-метровка с таким прицепом далась нелегко, но теперь ребята хотят сдвинуть с места самолет. Чтобы доказать, что человек, он не самый слабый на земле существо. И, ну, вообще это интересно. Он большой, я маленький. Этот 15 тонн, я 125 килограмм. Соотношение масс нечеловеческое. Здесь, как бы, одной силой ничего не сделаешь. Законы физики использования инерции. Используем специальную обувь, используем, чтобы улучшить сцепление с асфальтом. Тактика здесь правильно снять и потерпеть немножко ногами, больше усилия ногами. Здесь мы показываем, тянем без каната, а на соревнованиях всегда тянут за канат. Тогда быстрее и результат, соответственно, другой. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!